Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Сегодня, 11 июня, группа лидеров, посетивших мероприятие на Мадейре, поделилась текущими новостями. Сегодня, 11 июня, группа лидеров, посетивших мероприятия на Мадейре, которые помогают друг другу и решают вопрос русскоязычный, посмотрите в лицо, вот он рядом стоит. Этот человек, который технически во многих вопросах, вот, Женя, они решают очень многие наши вопросы быстро. Это он помогает, учитывая, что Женя говорит тоже нам близко. Поэтому Виктор сказал, что он счастлив работать в Eagle Beat Trade. Почему? У него достаточно большая практика, мы это убедились в талантах его, что он может и какие мог бы использовать возможности в жизни в других вариантах. Он счастлив работать в команде Eagle Beat Trade. Почему? Потому что эта команда, которая дает перспективы для будущего, очень многим возможности. И это замечательная компания, которая настолько серьезно подходит к построению бизнеса, что для нас, для всех, для будущего обеспечивает. Привет! Виктор, я буду говорить, потому что забуду, что вначале он сказал. Вильям – это шеф команды разработчиков и шеф команды поддержки. То есть он, всю часть программистов, вся команда – это его подчинение. Вильям сказал, что он берет на себя ответственность сегодня объявить, что пришла новая эпоха развития компании, потому что вчера, у нас был очень напряженный день, вчера и позавчера, особенно вчера. У нас не было вообще перерыва, голоса нет, это мы переводили. Почему? Президент объявил все то, что практически мы получим в ближайшие дни, возможно, завтра, возможно, через неделю. Но нам показывали все это, мы все это видели. Я немножко позже все это разложу, покажу. Что сказал Вильям? Что пришли не просто новые возможности и инструменты, пришла новая ступень развития компании. Он передал, что Ирина подробности потом расскажет, просто он хотел подтвердить, что все, что сейчас происходит в компании, все, что делается сегодня по максимально быстрому запуску этой платформы, о которой сказано, вот он за это отвечает. И они это делают 24 часа в сутки. Они не остаются больше, если они полетели работать дальше. Точнее, похоже, нет трансляции. Продолжение следует... Продолжение следует... Я переведу, потому что забуду, что в начале сказал Вильям, это шеф команды разработчиков и шеф команды поддержки. То есть он, всю часть программистов, вся команда, это его подчинение. Вильям сказал, что он берет на себя ответственность сегодня, объявить, что пришла новая эпоха развития компании, потому что вчера, у нас был очень напряженный день, вчера и позавчера, особенно вчера, у нас не было вообще перерыва, голоса нет. Это мы переводили. Почему? Президент объявил все то, что практически мы получим в ближайшие дни, возможно, завтра, возможно, через неделю. Но нам показывали все это, мы все это видели. Я немножко позже все это разложу, покажу. Что сказал Вильям, что пришли не просто новые возможности и инструменты, пришла новая ступень развития компании, он передал, что Ирина подробности потом расскажет, просто он хотел подтвердить, что все, что сейчас происходит в компании, все, что делается сегодня по максимально быстрой запуску этой платформы, о которой сказано, вот он за это отвечает, и они это делают 24 часа в сутки. Они не остаются больше, если они полетели работать дальше. Продолжение следует... Витер, это у нас поддержка испана, португала и язычная, английская. В частности, Женя, подойди ближе, стань. Это друзья, которые помогают друг другу и решают вопросы русскоязычную, посмотрите в лицо, вот он рядом стоит. Этот человек, который технически во многих вопросах, вот с Женей они решают очень многие наши вопросы быстро, это он помогает, учитывая, что Женя говорит тоже на английском. Поэтому Виктор сказал, что он счастлив работать в EagleBitrade, почему, у него достаточно большая практика, мы это убедились, в талантах его, что он может и какие мог бы использовать возможности в жизни, в других вариантах. Он счастлив работать в команде EagleBitrade, почему, потому что это команда, которая дает перспективы для будущего, очень многим возможности, и это замечательная компания, которая настолько серьезно подходит к построению бизнеса, что для нас, для всех здесь будущее обеспечено. И еще много чего нужно сказать, но... Еще много чего нужно сказать, но... Но приготовьтесь, потому что те новости, которые мы ждем сейчас, я скажу только часть, потому что у нас тоже в голове еще все не улыблось, мы не можем понять даже, как это совместить. Вот то, что приходит сейчас, мы действительно не могли себе даже представить, что это в реальности будет возможно, но это факт. А EagleBitrade будет доминировать в Европе, Азии и во всем мире, в Америке в том числе. Это правда, то, что они предложили сейчас, новости, которые мы вчера услышали, технологические новинки. Ну, нет, во всяком случае, не слышали, не видели, ничего подобного. Эдва... Эдва! 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 Я сейчас расскажу, почему так и почему эта энергия поднимает действительно позитивно, настолько, что забываешь о каких-то проблемах, которые еще сегодня есть. Все расскажу сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Глядя на нас, я просто переведу слова Вильева, последнее, что он сказал. Дело в том, что это не секрет, что Россия не доверяет никому, но России тоже никто не доверяет. Скажем честно, нас тоже воспринимают как некую угрозу. Как это будет функционировать, что они нам дают. У нас за два дня добавилась линейка из продуктов, аэроштук пять еще дополнительных, да, продуктов, которые всеми нами будут востребованы, всем нам нужно. Это уже физические продукты, наши носители, с которыми мы работаем. Плюс, ну не буду говорить, что самим нужно разложить все в голове, еще одну конференцию сделаем. Сейчас по-главному, что такое платформа, каким образом она работает, существует ли эта платформа, каким образом работает автомат и почему задержка с выводом. Конкретизация была полная. Почему? Дело в том, что проблема с выводом началась, мы помним, да, с момента привязки Pages. К сожалению, уже много рассказали, это факт, и президент опять на этом остановился, что платформа Pages ни в коей мере не хайповая, которая пришла на один момент, ее собрали на улице, на коленках, на кухне расписали. Нет, эта компания имеет 30-летний опыт работы с финансами, начиналась как трастовая компания, взаимоотношения с банковскими структурами по миру, по всему миру, у нее железные, с фиатными отношениями. Но с началом 2018 года мы знаем все, что творится в регламенте оборотных всех отношений биткоин-фиат, то есть мы знаем, что делает виза, мы знаем, что смарта делает мастер-карт, все это внесло такие сложности в создании продукта, обмен криптовалютного эквивалента на фиатные деньги на платформе. Это все у многих компаний привело к банкротству, у некоторых компаний, у многих компаний затяжное развитие бизнеса, потому что остановились на стадии, как реализовать этот продукт. И учитывая, что компания Pages начала технологическую программирование этого продукта, занесенного на платформу в январе месяц этого года, они думали, что они полностью готовы, что они могут с марта начать привязку всех кабинетов, то есть перекодировку на прямой вывод на платформу всех наших партнеров. Мы первые у них были, EagleBitrade у них был первый в тестовом режиме компания MLM, которая захотела использовать эту услугу. Все в договоренности было прописано, и в договоренности с Pages, это же контрактные отношения, прописаны и сроки, и даты, и возможности вывода получения и все проценты. И мы помним, что началось задержки в днях, прописано было 48-72 часа, начали задержки в днях. Ну а еще как-то это объяснял Pages, но когда, у нас, к сожалению, к счастью, к счастью, только 2 или 3 человека написали в поддержку, у кого пропали деньги. К счастью, то есть наступила стадия, когда у них механизм, алгоритм сломался полностью. Наших попало только 2-3, потому что мы всем рекомендовали сразу деньги выводить и не держать на Pages. Но и Латинская Америка, и Африка, и Азия, они держали деньги там, и сотни человек потеряли деньги, когда выводили на другие карты. То есть Pages полностью подвел EagleBitrade под серьезную ситуацию претензий со стороны партнеров. Именно поэтому, учитывая этот момент, президент нашел нужным разорвать контрактные отношения, выставить неустойку Pages, он имел право это сделать, потому что Pages действительно не выполнил свои контрактные обязательства. Вы видели обработки этого продукта, то есть биткоин, обмен на фиат и вывод их в реально используемые карты. Это нужно понимать. Когда привязка шла, мы помним, что 2,5 месяца шла привязка продукта весь февраль, весь март. И теперь, к сожалению, учитывая, что всегда система работала на автомате, всегда, никогда не было привязки работы на ручной обработке. К сожалению, когда вынуждены были вот таким образом отвязать просто автомат, просто одним днем, и нужно было включить ручную обработку финансов. В час тысяча хакерских атак. 24 тысячи хакерских атак, они взломом, уже не атак, а взлома, извините, системы. То, что система, код, он вчера назвал, что у них есть шаг, какой он сказал, у них есть. На системе стоит специальный ключ, какая-то системная разработка, сложная программная разработка, я не запомнила название, но это не важно. Но у них система финансовых отношений защищена вот этим ключом, которое вылавливает хакерские атаки, вылавливает попытки взлома платформы, площадки. Именно поэтому тесты, когда они проводят, тесты, они экспериментируют. В общем-то, кодировка автомата вывода готова. Я сейчас дойду до конца. Готова, именно поэтому, когда тесты проводились, нам говорили, что дайте еще какое-то время, она готова. Вопрос, что ее включали на тестирование, у нас многие партнеры попадали, когда быстро выводили деньги. И сразу выключалось, потому что включалось ручное управление. Дело в том, что он говорит, прежде всего, говорит, я президент, я отвечаю за то, чтобы все партнеры свои деньги получили. Но, к сожалению, да, месяц сейчас. Он говорит, вы что думаете, я не понимаю, или я не бывал в такой ситуации. Я все прекрасно понимаю. Самая номер один задача любой компании, дать вывод. Это номер один задача для них. Но вывод такой, чтобы не повторить путь пейджис. Что это означает? Если пейджис так легко взломали и улетели у сотни, у сотни, ни одной сотни партнеров, деньги улетели в никуда, мы не хотим, говорит, повторить путь пейджис. Поэтому подтверждение в ручном режиме идет до полной адаптации всей платформы в комплексе. А кроме адаптации автомата, вывода на платформу, мы вчера узнали такое количество информации и увидели, сколько чего мы получаем параллельно. Это бомба действительно. Ничего подобного никто нигде никогда не предлагал. Но он сказал, что в июне в любом случае платформа может будет работать в любом. Но это будет завтра, либо через неделю. Говорит, я не могу вам дать дату. Все зависит. Теперь Вильям, вы его видели. Вот он стоял. Это его группа, которая заканчивает привязку-увязку совместно с группой банка «Экобанк Коин», совместно с группой разработчиков этого банка мы получили совмещенную платформу, которая позволяет делать супер-операции. Супер. Более того, это единственная в мире платформа на сегодня, которая позволяет пользоваться двумя картами поддержки Мастеркард и Виза. Кто чего заказал, какую карту, если заказали Мастеркард и оплатили, мы ее получим бесплатно. Валерия приняла решение сидеть и ждать до упора, пока она заберет все карты. Карты через неделю уже, вот в чем загвоздка, через неделю карты будут в Лиссабоне. Они такой путь проделали, оказывается, это финансовый продукт. И так же, как и в Россию, все очень непросто с таможнями везде. Поэтому, чтобы попасть в Лиссабон, это первая партия, дальше будут имитенты их давать, но первая партия заказанных карт по Пейжис, компания взяла на себя ответственность нам их раздать бесплатно. И это будет сделано. И вот они будут через неделю. Но президент прилетел вчера, президент банка прилетел вчера. Что важно, он три дня летел. Три дня. Потому что пересадки везде, где он, есть же штаб-квартира этой организации, везде, где что необходимо было быть, он три дня, чтобы долететь сегодня. Почему основная группа осталась? Слава Богу, что мы взяли билеты на день позже, не улетели сразу. Потому что какая-то часть, очень большая часть людей улетела сразу после 10-го. Мы продлили на один день, остались здесь. И очень хорошо, что мы вчера все выслушали. Мы выслушали программу работы этого банка. Но ничего подобного нет. Я вам просто скажу два слова. Я не знаю, как это будет функционировать. Но, в общем-то, технологическая разработка банка этого на платформе – это чип, который привязывается не к интернету, а к оператору карты. Мы это будем иметь, этот продукт у себя. К оператору, который позволяет только с помощью телефона делать все операции с нашим биткоин-кошельком. Я не понимаю, как это будет работать. Но это будет работать. Обычный механизм в том числе. Но и этот механизм. Он вчера сам рассказывал, рассказывал, как это работает. Мы очень много чего узнали по трейдерской платформе. Сколько платформа стоит? Кодировку трейдерской платформы. Мы все вчера это видели. Нам все это разложили, мы все это знаем. Есть записи. Мы еще должны еще раз это все прокрутить в голове, чтобы адекватно выдавать информацию. Но все это есть. И больше вопросов мне прошу. Никогда не задавать. Дайте нам скрины торгов. Никогда мне больше их не посылайте, не сдавайте. Хотите знать? Приезжайте сейчас в Дубай, потом у нас в Сантропе, в сентябре у нас в Россию и так далее. Вот приезжайте, вот все сидят. Вопросы эти больше у них не возникают. Потому что хватает переводов, хватает адаптации разговора с детализацией всего, чтобы понять вообще, где мы находимся. Мы действительно находимся в суперкомпании. Вчера, когда он предложил, директор банка приехал и предложил эксклюзивно для EagleBit заключить контракт на физические продукты, которые они производят, они вчера были удивлены, потому что сотрудничество по платформе определяет много моментов. Много моментов, которые там будут. Байнинг у нас будет включен, у нас обменник будет включен, много чего. И определяет некоторые нюансы, допустим, своя монета, каким образом будет подаваться через эту платформу. Это все вчера определялось. И это все конкретизировано. И мы это все вчера уже слушали. У человека пока не и пока, а просто партнера. Он не является независимым консультантом. И в то же время он не является лицом, который заинтересован продвигать четко только идею Eagle. Нет, он партнер. Более того, как он сказал, в год получаем от 12 до 20 заявок о партнерстве, потому что такой продукт хотят все. За прошлый год подтверждено 20 предложений о партнерстве из 12 тысяч. Это чтобы вы понимали, какого ранга. Но мы даже без этого уже знали, что такое Eagle, потому что мы все раньше все выслушали. Все это еще лидеры расскажут. Многократно. Мы все это будем говорить в личной конференции. Нужно понимать. Eagle пришел. Трейдинг к трейдингам. Он останется навсегда. Потому что платформа, которую нам показали, кодировку сейчас скажу 2, 5, 6. Тем, кому интересно. 2, 5, 6. Оказывается, многие программисты, которым скажи кодировку платформы трейдинга, они знают, как ее искать. 2, 5, 6. Но это все нужно отдельно разрисовать. Но плюс 6. 2, 5, 6, 6. И вот это последнее 6. Это заложенное программирование на расширение возможностей. Вот то, что он нам показал за сутки из 7 биткоинов в 47 за сутки, это получение дополнительной информации, возможности, вот той самой информации, которая, как он услышал и увидел, когда была предложена через новости. У него включился канал, он увидел это в новостях, что необходимо сделать в ближайший час. Делайте, кто успеет, он это сделает. Но я не буду говорить, но она нам это все показывала. Там нужно быть программистом, чтобы в этом разобраться подробно. Но кодировку он сказал, хотите, вперед. 2, 5, 6. Я еще раз повторю ее. 2, 5, 6, 6. Это кодировка. Есть ли она платформа? Это вообще есть. Стоимость платформы 35 тысяч долларов. Начинается стоимость от платформы, любой, которую нам предлагают, все эти боты, суперботы и все остальное, кто это все делает, от рубль 80. Доллар 80 центов. Купить за 15 долларов, либо за 35, либо за 180, это уже супер круто. Цена платформы 35 тысяч долларов. Я не специалист в торгах, специально, чтобы в этом разбираться. Но там были специалисты. Поверьте, арабы задавали вопросы в глубину более чем серьезные на английском. Все то, на что отвечали. Поэтому мы слушали общую информацию для того, чтобы разобраться, что есть, чего нет, где слова и где реальность. Так вот, если деньги у компании, естественно, отдаст ли нам их сразу, он идет на то, чтобы первое тестовое включение платформы, которое будет в ближайшие дни, все выводы, которые зависли, будут выведены одномоментно. Деньги есть, суть не в этом, суть в страхе, это тестовые, почему он попросил, по возможности, мне нужна ваша помощь лидерская. Мы не будем ничего закрывать, мы реальная компания, мы существуем. Но по возможности вот это все объяснить партнерам и сказать, что ну не выводите вы сейчас больше, не нужно выводить, дождите же сейчас время, да потом будете выводить мгновенно. Мгновенно. Но все то, что зависшее, будет выведено мгновенно сразу нам на платформу. Они на это, деньги у них есть. Чего они боятся? Они хотят протестировать защищенность платформы в комплексе. Они не хотят никакой утечки, они не хотят, чтобы где-то опять что-то не сработало, была какая-то дыра. Почему я объясню, платформа готова. Мы только прилетели первым делом к Бруну вопрос. Вывод, естественно. Деньги у всех, мы все реальные люди. Мы прилетели сюда на занятую Бруну два биткоина. Он нам всем выдал, отдадите когда сможете. Почему я говорила, если бы кто-то захотел еще, я просто говорила, давайте кто издевит желание, делаем это. Делаем, спонсоры идут навстречу. У нас нет денег, как и у вас, у всех. Мы все в одинаковой позиции. Мой последний вывод был 10 числа, все, больше я не ставила. Все. Поэтому я всем рассказываю, что на сегодняшний момент осталось, дни остались, но в чем была суть? Все мы видели платформу, да? Вот он сказал, пока не регистрироваться. Но на момент приезда Бруну нам еще в Лиссабоне открыли и показали платформу. Почему я сказала, что я ее видела? Говорит, не регистрируйся, пока закрыт доступ к регистрации нельзя. У них где-то система дает все время ошибку, увязка конкретно. Самой платформой технологии с банковской структурой, вот именно перевод фиатных денег, когда наши деньги превращаются в фиатные, и банк отправляет нам наши деньги, снимать через карты. Где-то дает ошибку. И тут Бруну показывает, говорит, я не понял, как, но если нет доступа, нет регистрации, кто-то из итальянцев, из его структуры, показывает свой кабинет на платформе, зарегистрированный кабинет. Каким образом, где эта дыра, понимаете, он зарегистрировался через систему банка, как мы через Webcrest могли открывать свою платформу. Так он здесь смог, через платформу, каким образом, где эта дыра, вот это главная цель, которую необходимо сейчас, вот последнюю закрыть, чтобы никто из нас, нас с вами, не компания, а нас с вами, чтобы никто не потерял деньги. То, что реальность, мы все это видели, что деньги у компании есть, мы все это видели, просто, мне нужна ваша помощь, объясните, закрывать компанию ничего не будет. Мы говорим, не хотим специально делать, но вы объясните людям, почему сейчас нам вывод ставить не нужно. Но все то, что стоит, одномоментно мы получим на платформе. А дальше человек выбирает, хочет он выводить на платформу, либо он хочет привязать свои какие-то кошельки, если он не доверяет платформе, это его выбор. Дальше вы все это будете делать. Будут у нас две возможности. Но платформа супер. Сейчас она пройдет первый месяц с тестами, все проверим, посмотрим. У нас будет обучение, как с ней работать, потому что совершенно новые механизмы. Все это будет в кабинете, вот сказал Вильям, все это сказал. Просто сейчас все не вложишь в одну информацию. Тем более, что у нас уже совсем нет времени, нам нужно идти, нам выезжать нужно. Поэтому эта информация, которую я хотела сейчас передать, базовая, начальная, где-то процентом на 25. Того, что мы получили информационно здесь за два дня. Я просто не смогу даже перегрузить сейчас все и сказать в одном видео, и нет смысла. Нам самим еще нужно по три раза переслушать все это, понять, как это работает, уложить, и потом выдавать структурированное. Иначе это будет, как мы сами говорим, мы попали куда? Вначале нам сказал президент что-то, это что, сказки братьев Гримм? Мы сами это говорили, мы куда попали? Это вообще, как это возможно? А он нам это демонстрирует, понимаете? А он показывает. Все прошло в этом, приезжает второй сказочник и говорит еще больше. Президент банка. Это мы, да. Хорошо, что это реально, что он это все показал. Понимаете, это все, это нужно ездить, вот сюда нужно ездить. Если страх, не то, что никакого страха, у нас нет времени. Это вот супер конференция, это бомба. Не верили, что есть партнерство с Бачили, есть, мы бы шампанское пили. Все, что сказано, все есть. Ред Карпец, вперед на Дубай, сейчас посмотреть, какого уровня и какие предложения. Все, что дальше будет организовывать. Я больше скажу, Сан-Тропе нам уже сказали, где будет. Он замок снял специально для того, что мы зашумим. Вот это вот все, это уже идет просто эмоция, потому что вначале мы сняли с каменными лицами. И сейчас почему все кричат лучше и все остальное, это эмоция, это взрывался отель, кричали же все, отель же полностью был забит. Два самолета с нами одновременно и потом раньше и позже все остальные группы долетали. Но одновременно с разницей в 10 минут два самолета прилетело игловцам, сейчас на Маделью. Отел был полон. Представьте, что будет с Сан-Тропе. Сейчас все мотивированы делать и вести группы свои. Их нужно вести, чтобы это видеть. Так вот, он заранее сказал, это будет все замок отдельный, кричите на здоровье, приезжайте сколько хоть, там на тысячи персон. Замок отдельный, который VIP-гостиницы, изолированный, в Сан-Тропе, во Франции, на Лазурном берегу, вперед. Все. Я сказала все, мои партнеры хотят добавить по подводному слову, пожалуйста, Валерий, иди сюда. Вообще ничего подобного не было, никогда и нигде. Тем более в реальности, чтобы показать все это. Друзья, добрый день. Я хотела бы буквально добавить пару слов. Значит, нужно иметь понимание, что мы являемся точно такими же партнерами, как и вы. И перед поездкой на Маделью у нас были точно такие же вопросы и точно такие же проблемы. Но это нам не помешало оказаться здесь, потому что мы к компании относимся серьезно, и нам надо было от и до все выяснить. Поэтому убедительная просьба для тех людей, которые продолжают в чате внести какой-то негатив. Если у вас действительно, вы относитесь к бизнесу серьезно, значит, вы обязаны были быть здесь. Если вас здесь нет, значит, вы просто сидите и ждете. Потому что у нас сомнений в компании нет. В том числе мы получили сейчас, пообщавшись с руководством. Если вас здесь нет, значит, все, что вы можете делать, это действительно сидеть и ждать. Никто ваши деньги не забрал, ваши деньги вернут обязательно. Но, пожалуйста, убедительная просьба прекратить негатив в чате. Еще такой момент, действительно, мы приняли такое решение, кто будет в чате нести негатив, он будет просто из чата удален. Это никак не повлияет на ваши финансы, вы получите свои деньги, получите свою прибыль, но просто не будете участвовать в жизни компании. Потому что здесь собираются только те люди, которые в компанию верят и которые понимают действительно, что здесь происходит. Пожалуйста, убедительная просьба не писать 300 сообщений в день одного и того же, когда вывод и так далее. Если тут дело не в выводе, то дело в том, что вы должны понять, в какой компании вы находитесь. Спасибо. Это была Валерия Пикнем. Добрый день. Меня зовут Денис из Казани. Впервые на таком событии. Вчера уже я сказал на вебинаре. Конечно, поразило уже давно. Изначально поражали португальцы, как они занимаются бизнесом, насколько они верят в свой бизнес. Но вчера мы, конечно, на мероприятии, которым, когда президент именно давал нам презентацию, честно, у нас всех это пробило, ошеломила его энергия. И вот эти глаза, действительно, глаза, которого... В этом взгляде было то, что у него есть то, чего у других нет. И сейчас мы, действительно, в таком моменте находимся, переломном, когда вроде бы мы знаем, видим, чувствуем, но пока не можем этим воспользоваться. И получить от этого прибыли. И получить много. Все прекрасные, и мы, и вы, и вы все знаете, что дает Игл. Об этом нужно взглянуть на цифры. И в этих цифрах была всегда интрига. Поэтому мы все сюда пришли. Мы, конечно, эту интригу сейчас для себя раскрыли. Мы, конечно, будем работать. У нас есть уверенность. Вам желаем, конечно, тоже начинать работать с теми, кто сейчас приедет в Россию. И те, кто хочет подождать, подождите. И давайте друг друга поддерживать. Будем вместе. А как сказал президент, вместе мы сильнее. То есть России нужна Иглу. Игл нужен России. Однозначно. Потому что все, что сейчас есть на рынке, полным ходом никого не устраивает. Все страхи носятся по рынку и ищут компании. И не понимают, что у них вообще за компания. А мы сейчас понимаем. Мы видим президента. Он вместе с нами обедает, кушает, веселится. Я впервые это увидел в своей карьере. То есть, наверное, уже больше нечего сказать. Все, всех благодарю. Доброго дня всем. Меня зовут Людмила из Казани. Я просто пару слов хочу сказать. Люди, проснитесь. Услышьте, пожалуйста. И делайте все для того, чтобы быть услышанными. Чтобы потом не говорили. Почему это поздно? Почему потом? Почему не было сказано это? Сейчас двигаемся вперед и только вперед. Вот это мое пожелание. Это не лозунг, не митинг, а просто чисто сердечное такое, от души сказано. Благодарю. Всем удачи. Добрый день. Ирина Давыдова. Екатеринбург, Болгария. И все, все, все. И весь мир. И весь мир, да. На самом деле, наш офис там, где работает интернет. И мы на работе. Это может быть под пальмой, на пляже, на набережной, в ресторане, где едят, пьют, проходят очень важные встречи. Приходят партнеры, приходят инвесторы. И это замечательно. Наш бизнес это позволяет. И я, Валерия, Ирина, мы были на первом мероприятии в Мадриде. Мы приехали оттуда вдохновленные, воодушевленные. И попали в очень сложную ситуацию на самом деле. Мы начали работать и пошли вот эти вот загвоздки с Пейгас. Потерпели, подождали. Очень хочется работать. И в то же время, имея там более 10 лет практики работы с финансовыми рынками, с финансовыми продуктами, я прекрасно понимаю, что сложно и, так сказать, а точнее, скорее нельзя, да, приглашать людей в ту компанию, где не работает вывод денег. И вот в этом состоянии мы находились достаточно такой промежуток времени. Было очень, понимаешь, одно дело, когда ты понимаешь, что все плохо и не работаешь. А другое дело, когда ты понимаешь, что все хорошо, но работать не можешь. Вот это раздрай полнейший. Это просто разрушительная ситуация. И когда мы сюда приехали, мы действительно были далеки от каких-то там эйфории и так далее. Когда был первый вечер на яхте, европейцы, португальцы, они кричали, они смеялись. А мы были в очень напряженном состоянии, да, и в голове крутился все тоже вот это. А когда вывод? Я категорически против мотивации в финансовых инструментах. Когда мы работаем с деньгами, должен быть холодный расчет. И четкое понимание, что делаете вы, что делает каждый ваш инвестор. Его ответственность, наша ответственность. Это не эмоции. Деньги – это не эмоции, это расчет. То, что команда профессиональная, энергетически закачанная очень, грамотно сделанная, это мы знали еще из Мадрида. Мы видели их возможности в плане криптовалют. Криптовалюта, да, то есть джуниора приглашали в Россию как эксперта по трейдингу несколько лет назад, когда выходила компания в 16-м году. Когда Аэрбит Клаб выходил на рынок, джуниор приезжал как эксперт по трейдингу в России. Вот это его опыт знакомства с Россией. Он понимает, что нас еще учить и учить в этом плане, и он это может. То есть у человека, у которого практически опыт многолетний, великолепные мозги, помимо энергетики и сетевого опыта колоссального, что само по себе уже сочетание потрясающее. Но сейчас на этом мероприятии мы поняли, что помимо новых технологий, криптотехнологий, виртуальных на уровне квантовой математики, технологий, добавилась еще физическая основа. Вот этот банк, с которым мы начали сотрудничество, Экобанк Коин, изучаем. Он появился не просто как финансовая структура, он появился на базе очень мощной платформы физического бизнеса. Это экотехнологии высокого уровня, в литиумные зарядные устройства, батареи. То есть технологии земные, подробности земные. Важно, что это не только виртуально, это очень мощная база. И база и технологическая, и техническая, и научная. И что не очень важно, именно экологическая. То есть слово «эко» в названии банка не случайно. То есть это стиль мышления. Вот это что-то Тесла. Представляете, что вот в таком направлении, с такими мозгами, с такими мышлениями, и на базе вот этих технологий, этих капиталов создан этот банк. И он двигается дальше. Он дает нам в руки реальные земные продукты, которые стоят на грани технологий виртуальных и реальных. Это будущее. Вот на самом деле, чем мы больше узнаем, тем мы больше понимаем, что это уникальное сочетание разных самих по себе уникальных возможностей. Когда это все складывается вместе, плюс энергетика, плюс продвинутость во многих сферах. Это бомба. Это бомба. И подтягиваются такие люди, близкие и по духу, и по энергетике, и по профессионализму. То есть реально нам повезло. Поэтому работаем. И вот мой вам просто посыл-крик. Готовьте визы, шенген, билеты. У вас есть на это время. И начинайте работать. Для того, чтобы не просто приехать в... Кто-то сможет приехать в Дубаи, кто сделает сапфира. Кто не успеет сделать сапфира, для тех в Азурный берег. Здесь надо быть. Здесь надо быть. Это та возможность, которая приходит не каждому в жизни. Воспользуйтесь ей. Для своего блага. И дальше идет дальше. Важные люди, нужное знакомство, новый уровень возможностей во всем. Поэтому Eagle Beat Trade на сегодняшний день это наша с вами возможность. Пользуйтесь ей. Еще два слова в заключение скажу по поводу сарказма, что все везде едят. Мы, наверное, тоже в Португалии, везде тоже везде едим. Я вам хочу сказать, что именно поедая в очередной раз очередную порцию совместно с ними, мы смогли президенту донести наши трудности, наша необходимость в особом внимании и наш потенциал, который мы можем дать, если компания нас обратит внимание. Получили прямой канал. Это во-первых. Во-вторых, четко сказал, что сейчас в Москве, он едет на финал чемпионата мира. Он сейчас в Москве один день задерживается специально, чтобы сделать презентацию в Москве для россиян. Мы отдельно выставим эту информацию, это будет дата, мы все это скажем. И в сентябре готовьтесь, компания приедет в Россию. У нас даже априори в плане России не было еще месяц назад. У них запрограммирован каждый месяц все страны. Мы не единственные, не лучшие. У нас пока команда маленькая. Но он понял. Он говорит, я вижу ваши лица, я вижу ваши глаза, я вижу ваш настрой, все изменилось. Мы громче всех уже кричим Eagle Bit Trade. Валерия, в переги планеты все. У нас была Елена Никонова с мужем. Так вот, Алексей только за стол. Задимся Eagle Bit Trade. Это первое. Это Алексей скептик, который приехал и говорит, ну ладно, сказочники сами поговорят, сейчас вас тут все хмурят, этим все закончится. Это слова его. Он только сели за стол, Eagle Bit Trade лучше. Это правда, чудеса. Но чудеса в знании, в понимании, в информации, от которой большая часть россиян отказалась. Не потому, что деньги, правильно сказал президент, деньги для нас, а не для денег. Вот изъявило желание Людмила и Денис за два дня до моего отъезда. Они изъявили желание ехать. Сказали, у нас денег хватило, наш шенген. Мы его получили, больше денег нет. Давайте решать. Мы решили, но больше ни от кого не поступили такие просьбы. Давайте-ка уже как-то расшевелимся и поймем, что деньги для нас, а не мы для денег. Каким-то образом организм все решаем, если есть желание, супер желание присутствовать. Вот результат. Я пропал, Людмила? Да. Все, спасибо всем. Мы на этом закончим. У нас вообще нет времени. Мы выезжаем. Все. Ребята еще смогут провести конференцию. Все, у нас две семейных пары остаются. Я выезжаю. Более информационная конференция будет после 14-го числа, когда я доберусь до места. Все, спасибо всем. Субтитры сделал DimaTorzok